МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня о самых запоминающихся событиях в истории России и мира будем рассказывать мы, Людмила Татарова и Александр Рохленко. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». 13 сентября в разные годы века родились многие известные люди среди которых... Владимир Барановский, российский изобретатель и конструктор артиллерийских систем. И Софья Перовская, российская революционерка. Павел Сокулин, советский филолог и литературовед. И Арнольд Шонберг, австрийский композитор. Джон Пристли, английский писатель и драматург. И Юлиан Тувин, польский поэт. Марк Пруткин, советский актер. И Зоя Космодемьянская, советская партизанка и герой Советского Союза. Сегодня 13 сентября. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Этот день в мировой истории был отмечен следующими событиями. В 1515 году состоялась битва при Мариньяно между армией французского короля Франциска I и войском Миланского герцога. А в 1736 был основан город Челябинск. В 1745 году был издан первый географический атлас российский. А в 1812 в период Отечественной войны состоялся военный совет в Филях. В 1814 году во время англо-американской войны британский флот начал атаку форта МакГеннери, последнего укрепления американцев на подступах к Балтимору. А в 1902 в Великобритании впервые в качестве доказательства вины обвиняемого были использованы отпечатки его пальцев с места преступления. В 1922 году был заключен франко-польский договор о военном сотрудничестве сроком на 10 лет. А в 1942 состоялось решающее сражение Сталинградской битвы. Сегодня 13 сентября в эфире программа «День веков хронограф». Теперь мы более подробно расскажем вам о событиях, произошедших в российском государстве в былые времена. 13 сентября 1736 года основан город Челябинск, административный центр Челябинской области. Как и многие российские города, Челябинск начал свою историю с крепости. Она возникла не как оборонительный, а как административно-политический пункт на присоединенных землях. На этих землях создавался новый выгодный рынок для сбыта русских товаров и закупки дешевого местного сырья. Первые переселенцы получали здесь земельные наделы и различные льготы от правительства, стремившегося привлечь сюда русское население. Крепость была построена в 1736 году на реке Миас, у небольшого башкирского поселения под названием Челяба, что означает «благородный». Руководил строительством полковник Алексей Тевкелев. В начале крепость и все прилегающие к ней земли входили в Сибирскую губернию. С 1743 года Челябинская крепость стала административным центром Иссетской провинции, вместе с которой в 1744 году вошла в состав вновь образованной Оренбургской губернии. Казаки, составлявшие гарнизон крепости, входили в образованное Иссетское войско, принадлежавшее в свою очередь к Оренбургскому казачьему войску. Помимо казаков, Челябинск населяли купцы, мещане, ремесленники, получавшие в целях развития торговли и промышленности различные льготы. Здесь часто останавливались путешественники, отправляясь дальше в Сибирь или Казахские степи. Мирная жизнь города нарушалась редко. Лишь в 1774 году в Челябинске произошли волнения, связанные с восстанием Пугачева. При подходе к городу пугачевских отрядов местная власть срочно эвакуировалась в Екатеринбург. Часть жителей решила оказать содействие повстанцам по захвату города, но гарнизон крепости под командованием воеводы Веревкина сумел удержать Челябинск до прихода правительственных войск. В 1782 году Челябинск стал уездным городом в составе Уфимской провинции. Смена статуса повлекла за собой и ряд других изменений. Вместо воеводы городом теперь управлял городничий. Ратуша была заменена магистратом с административными присутственными местами. В городе появились Нижнеземский суд и уездное казначейство. К началу XIX века в Челябинске проживало 2500 человек, основным занятием которых оставались различные кустарные промыслы, торговля и земледелие. Практически все строения города были деревянными. Из-за своей изолированности и удаленности от центра Челябинск представлял собой типичный захолустный город. И ничто не нарушало его тихой размеренной жизни. Но вскоре все изменилось. В середине XIX столетия рядом с Челябинском нашли залежи каменного угля, который начали интенсивно разрабатывать. Через город проложили железную дорогу Самара-Златоуст. Челябинск начинает приобретать промышленное значение. Здесь начинают возводиться промышленные предприятия. К концу столетия Челябинск был соединен железнодорожными ветками со многими крупными городами. И по мере открытия новых линий он становился все более важным железнодорожным узлом. Город быстро рос и развивался. Из центральных областей России в Сибирь через Челябинск шел огромный поток переселенцев. В начале XX века число переселенцев, прошедших через Челябинск, исчислялось уже сотнями тысяч. В период первых пятилеток Челябинск превратился в один из крупнейших в стране промышленных центров. Если к 1919 году в городе действовало лишь два предприятия, к 40-м годам в Челябинске продукцию выпускали уже десятки предприятий. Большое значение имел Челябинск во время Великой Отечественной войны как тыловой город. В этот период Урал был опорой действующей армии. Сюда были эвакуированы многие заводы из центра страны. В Челябинске выпускали ставшие впоследствии известными всему миру «Катюши» и танки Т-34. В послевоенные годы Челябинск продолжал разрастаться. Произошли изменения в культурной жизни области. Открылись новые кинотеатры, музеи. Развелась целая сеть образовательных учреждений искусства и культуры. Из провинциального городка Челябинск превратился в мощный индустриальный и культурный центр Урала. 13 сентября 1812 года состоялся военный совет в Филях, на котором фельдмаршал Кутузов обратился к каждому участнику с вопросом, ждать ли неприятеля в позиции, которую сейчас занимает армия, чтобы дать сражение или сдать столицу без боя. Надо сказать, что русская армия, ослабленная после Бородинского сражения, отошла к Москве. Расскажем, каким образом расположился ее лагерь. Правый фланг находился перед деревней Филии. Центр между селами Троицкое и Волынское. А левый фланг у села Воробьево. Арьергард армии расположился перед деревней Сетунь. Мнения участников совета по поводу дальнейших действий русских войск разделились. Барклай-де-Толли считал, что в позиции, которую на тот момент занимала армия, принять бой никак невозможно, поэтому следует отступить по Нижегородской дороге вплоть до самого Нижнего Новгорода. А генерал Бенингсен, который сам выбрал позицию под Москвой, выступал за то, чтобы дать бой французам. Того же мнения придерживался и генерал Дахтуров. Генерал Коновницын считал выбранную позицию невыгодной и предлагал идти вперед и атаковать неприятеля там, где его встретят. Выслушав всех участников совета, Кутузов сказал следующее. С потерей Москвы не потеряна еще Россия. Резервы запаздывают, армия находится в потрепанном состоянии, поэтому необходимо отступить для того, чтобы сохранить армию, приумножить силы и ударить по врагу. Было принято решение отступать по Рязанской дороге. 13 сентября 1853 года родилась Софья Перовская, ставшая революционеркой. Дочь губернатора Петербургской губернии в 1872-73 годах Софья Львовна приняла участие в вхождении в народ и вела пропаганду среди петербургских рабочих. В начале 1874 года она была арестована за революционную пропаганду и после шестимесячного заключения отдана на поруки отцу. В 1878 году по судебному процессу 193 участников вхождения в народ была оправдана, но в административном порядке выслана в Волонецкую губернию. На пути в ссылку Перовская совершила побег и перешла на нелегальное положение. Она входила в народническую организацию «Земля и воля», а после ее раскола стала членом исполнительного комитета народной воли. Перовская принимала активное участие в террористической деятельности народовольцев. В 1879 году она участвовала во взрыве царского поезда под Москвой, а в марте 1881 года в подготовке покушения на императора Александра II, закончившегося смертью императора. В апреле 1881 года по приговору особого присутствия Сената Перовская была казнена вместе с Желябовым, Михайловым, Кибальчичем и Рысаковым. В следующей части нашей программы мы расскажем вам о других, не менее запоминающихся событиях этого дня. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова